Девушки отдыхают Буква Х Привет, Бода! Что ты делаешь? Привет, дети! Как что? Снимаю кино на букву Х! Как это-то у меня хип-хоп! Ты хотел сказать Хичкок? Так звали великого американского режиссера! Хватит спорить, дети! Кино само себя не снимет! Поехали! Подбор актеров Актер номер один Храбрый хомяк Расскажите нам о себе Я готов к любым опасностям! Ничего не боюсь! Не-не-не-не-не! У нас безопасное кино! Следующий! Ну... А вы у нас... Какая досада! Роль ваша! Двигаемся дальше! Выбор места для съемок Вот список моих пожеланий Зимний дворец? Еще чего! Вот хижина на букву Х! Ну, а... Такая уж буква! Дальше! Реквизит Это еще что за беспорядок? Это реквизит! Так в кино называют предметы! Что там нужно для съемок? Эм... 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 Вот что, дети! Выберите тут самое что-нибудь подходящее, а я... Размышлять пойду! На букву Х начинается... Халат Хачапури Холст А чашка, стол и телевизор начинаются с других букв Ха-ха! Неплохо, неплохо! Что ж, начинаем съемки! Съемки! Так, ты понял, да? Твоя задача совершать действие на букву Х, а именно... Хозяйничать, ходить и мне-мне-мне-мне-художничать! Нет такого слова «художничать» По контракту я не обязан показывать несуществующие слова Хорошо! Заменим «художничать» на «хрюкать» Нет, я уж лучше нарисую что-нибудь Отлично! Все по местам! Поехали! Начинай хозяйничать! Так! Так, да! Да, так, хорошо! Хмурости добавь! Эмоции! С душой! Теперь походи! Возьми хачапури! Да, неплохо! Продолжай ходить! 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 Больше хмурости! Наезд! Крупный план! И... А-а-а-а! Снята! Наконец-то! Тоже мне «хичкок» на букву «Х»! Классно, Бода! Получился маленький фильм на букву «Х»! И что мы, дети, узнали из этого обучающего фильма? Что слова могут означать не только предметы, но и действия! Нет, дети! Мы узнали, что будь ты хоть трижды «хичкок», а с хмурым хамелеоном хип-хопа не спляшешь! Это как, Бода? А вот так! Буква «Ы» Привет, Бода! Что у тебя там застряло? Хочу вытащить на свет все слова на букву «Ы»! Помогайте! «Ы» А! «Ы» Чего ты мне подсунула? Утку-палку и балалайку! Мне нужны слова, которые начинаются с тебя! «Ы» О, дети! Буква «Ы» заболела! Вещи странные, слова непонятные, вызывайте врача! Бода, все в порядке! Это слова на букву «Ы», только на других языках! Смотри, вот! «Ы» Хакасский музыкальный инструмент! «Ыргак» Крюк во многих тюркских языках! «Ыштыкма» Паршированная утка по-туркменски! О, а ты у меня образованная! Языки знаешь! Давай нам теперь русские слова! Нам для урока надо! «Ы» Бода, кажется, в русском языке нет слов, которые начинаются на букву «Ы» Как много вы еще не знаете На букву И полно слов Например Мне сейчас Сейчас Иблоко Бода, нет такого слова Есть слово яблоко Как я вас разыграл Конечно нет никакого иблока А есть ирбуз Не ирбуз А арбуз Бода Ибка Это рыбка или юбка Получилось Учишь их учишь А им бы только хахоньки да хыхоньки Вот вам Иска и гарон Иранья Ух ты Что это? Это мои слова на букву И Я их придумал специально Чтобы выучить с вами букву И А что они означают? Да все что угодно Вот например Иска поскакала в игорон за Ираньей Бода Эта лягушка поскакала в траву за стрекозой У этих предметов уже есть название Вот пожалуйста вам Иска и гарон иранья Ой Бода Твоя Иска упала Какая же это Иска? Вы что Иску от игорона отличить не можете? Нет Не можем Ну и пожалуйста Раз с этой буквы не начинается ни одного слова Тогда повторим другие нормальные буквы Бода Зачем ты обидел букву И? Смотри Без нее мы не смогли бы написать многие важные слова Например Ты Вы Мы Это еще что такое? Сейчас мы подставим букву И И узнаем Что это посылка Что там в моей посылочке? Скорее расставляйте все куда следует Сыр Часы И дыня Видишь Бода Буква И нам помогла узнать что в посылке Видишь как мы с тобой Хорошо их не учили А чтобы дети тебя лучше запомнили Назову твоим именем Неопознанный геометрический объект Вот Теперь это носит Почетное название Иропыпет Ясно вам? Читать не перечитать Привет, Бода А? О! Ой Эээ Уже урок? Эээ Привет, дети Ой Сегодня я научу вас Букве Эээ А Бода, букву А мы уже знаем Давай лучше читать слова Слова? Читать? Ну пожалуйста, Бода Ладно, ладно Ура! Ищем слова Так, что тут у нас? Река с мостиком скучно Иропипеды сложно Деревья пыли Горы высоко В Индии змеи Но Бода Вот Будем читать его Это гном Бода Может не стоит его будить? Что-то я не слышу, как вы читаете Гном Эй Что вы так кричите? Мы не кричим, а читаем Читаете? Меня? Да кто вам разрешил? Это нарушение личного пространства Я буду жаловаться Нехорошо, что мы его разбудили Не разбудишь гнома, а не услышишь грома Урок окончен Читать нечего Все прочитано до нас А давай дадим объявление, что ищем тех, кто... Опять вы мне и страдать мешаете Все, я закончил И вот что я придумал Дадим объявление Всем, кто хочет быть прочитанным Срочно собраться у дома Бода Повторяю Собраться у дома Бода Я генерал Помните? Я очень люблю буквы А ты хорошо себя вел? Очень Я делал зарядку и никого не обижал Раз, так, прочитаем Генерал Спасибо вам большое Меня интереснее всего читать Во мне есть редкие буквы Опять он хвастает Харек А меня прочитали, а меня прочитали, а меня прочитали Здравствуйте Мы с вами как-то по Волге путешествовали Капитан А, ого Вот так народищу Эх, дети, надо бы ускориться Хорошо, Бода Сейчас Динозавр Енот Робот Заяц Верблюд Крокодил Мне кажется, все Стойте, стойте А можете и меня прочитать еще раз Пожалуйста Эй, ты меня разбудил Это нарушение личного сна Уроку конец Извините, что я вредничал Я злой с просонья А так я очень люблю, когда меня читают Ну что, будем его читать? А то Гном Ура Все, урок окончен Наконец-то Вот читуны Читают, читают Поспать и некогда Пока, Бода А, вы еще здесь? Пока, дети В следующий раз букву А будем проходить Все спокойнее, чем это ваше чтение Буквы, твердый знак и мягкий знак Привет, Бода Чшш Здравствуйте, дети Сейчас мы с морфиками Исполним вам мою новую оперу Называется Бода и бульон Ура Здорово Ого, Бода Ты умеешь играть на органе? Никакой это не в орган Это буква гуделка Гудит Так, дети Посерьезнее Начинаем Все, дети Концерт окончен Расходитесь Бода, почему? Все пропало Гуделка не работает Видите? Бода, все в порядке Так и должно быть Эта буква называется твердый знак И у нее нет своего звука Что? Нет своего звука? Кто же это придумал? Сломанные буквы в алфавит засовывать Бода-борода Бода-борода Сел за стол Бода-борода Сел в бульон? Я такого не сочинял Я сочинял Бода Съел бульон Ни в какой бульон Я не садился Бода, ты же сам убрал твердый знак При чем тут ваш знак? У него все равно звук не работал Понимаешь, Бода Согласные звуки Такие как Са Могут быть твердыми и мягкими В слове Сел мы слышим мягкий звук Са А в слове Съел твердый Са Чтобы показать разницу На письме используется твердый знак Бода, что ты делаешь? Как что? Устанавливаю ваши твердые закорючки Ну вот Бода-борода Сел за стол Бода-борода Съел бульон Еще одна испорченная закорючка Это совсем сломанная У нее даже хвост отпал Бода, это мягкий знак Он, в отличие от твердого знака Указывает на мягкость звука Например, пылесос-пылесось Какие еще пылесосы на концерте? Бода-борода Зачем тебе столько лишних труб? Запомните, дети В музыке чем больше, тем лучше Бьет-борьет-борьет-то Съел За стол Бульон 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 Да бульон, вылези, моя ворота! Бода Бода Вот видите, дети Что я вам говорил В музыке не должно быть ничего лишнего Сейчас я тут наведу порядок А вы пока ноты исправляйте Так Бода-борода Пишется без мягких знаков В слове стол Твердый знак не нужен А в бульоне Мягкий знак должен стоять после L Готово Бодо-борода Съел за стол Бодо-борода Съел Бульон Бода, вот это да! Так здорово! Петь, теперь вы поняли, как в музыке важны твердые и мягкие знаки Без них не опера, а... Бой! Буква Э Так вот, вот так вот Привет, Бода! Что ты прячешь в сарае? В каком сарае? Нет никакого сарая! Бода, да вот же сарай И там точно что-то, чего ты боишься! Я боюсь! Это вы испугаетесь и убежите, если я покажу вам страшные слова на букву Э Ура! Буква Э! Давай пройдем ее поскорее, и мы будем знать весь алфавит Все слова на Э очень страшные Бода, с тобой мы ничего не боимся Я предупреждал! Если будет очень страшно, кричите Бублик! Готовы? Готовы! Это огромный железный монстр У него такие огромные зубы, что он может кусать и грызть землю Бода, экскаватор совсем не страшный Это просто большая машина, с помощью которой можно выкопать большую яму Да, экс-зубаторы не страшные Я ими каждый день новые ямы для носков копаю Это я вас проверял Но следующее слово точно ужасно страшное Невидимый призрак Он следит за нами и слышит все, что вы говорите Все ваши тайны и секреты А потом кричит про них на всю улицу Послушайте Я сегодня не причесал бороду Не причесал бороду! Бода, это же просто эхо Звук отражается от стен в больших пустых помещениях Поэтому мы слышим его несколько раз Я что, зря бороду чесал? Третьего слова вы точно испугаетесь Я отважно беру себя в руки и не бородобоюсь показать вам великана Который появляется, когда газнет свет Он мячит искры и молнии Это электрик, он тоже не страшный Он может отремонтировать розетку или повесить люстру С вас 200 бодорубов за ремонт проводки А вы говорите не страшный Вон за бодорубами моими пришел Итак, самые храбрые сэры, рыцари, дети Вы готовы увидеть самое-самое страшное слово на букву «Э» Экзамен! Бэй! Вон, а почему ты спрятался? И что такое экзамен? Экзамен, дети? Это такая страшная штука Где я, учитель, задаю вам вопросы А вы, ученики, на них отвечаете А потом я раздаю вам оценки, тройки, шестерки, ананасы Звучит не страшно Задавай нам вопрос Что это за слово? Прочтите Динозавр Хм, а как называются слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разные значения? Аммофоны Эти буквы вы точно не прочтете Это буквы «мягкий» и «твердый» знак И у них нет своих звуков А вы и экзамены обоялись Эх, дети, дети Вас же учил кто? Бодоборода А Бодоборода кто? Самый лучший учитель в мире Кто-то же Хе-хе-хе Я и букву «э» вам показал И катафоны от динокодов отличать научил И экзамена не испугался Разнобуквицы Привет, Бода А когда урок? Привет, дети Какой еще урок? Мы уже прошли все буквы Нужно же повторить пройденное Иначе мы быстро все забудем Эки вы забывчивые И что мне теперь? Что бросить? А у меня вон, видите Кризис листопадный Бода, это не кризис А просто осень Пожалуйста, давай повторим буквы Иду, иду Ура! Так, дети Чтобы повторить буквы поскорее Нужно их все засунуть в одно предложение Вот Мя-х-я-щ-кет-с-р Отлично, повторили Мне пора А то листья сами себя на деревья не повесят Бода, это же бессмыслица Ее даже прочитать сложно Ну вы привереды Сейчас Готово Фразы, в которых использованы все буквы Называют панграммами Или разнобуквицами Придумывать их очень сложно Ерунда Эй, авторы Нам разнобуквица нужна Сейчас Вот Бода Объявление Зеленый кухонный шкафчик превратился в щенка Эрдельтерьера Громко хрюкнул и сбежал на улицу Вот и чудненько Вы повторяйте, а я пойду газон приколачивать Чтобы ветром не унесло Бода Но это тоже бессмыслица Почему шкафчик превратился в щенка Брррр, авторы Давайте и другую разнобуквицу Рыжий хорек и элегантный гусь Дочисто объели вишню А фиником запустили в ящерицу ну вы повторяйте а мне еще шоколадные яйца высиживать чтобы морфиков по осени посчитать бода швыряться финиками в ящерицу нехорошо мы не хотим такую разногуквальцу повторять третьем подъезде живут шесть расфуфыренных горлец а в четвертом тощая рыба и экономный индюк теперь все в порядке теперь все в порядке наконец-то буквы повторены урок окончен но мы не хотим чтобы уроки заканчивались нам нравится у тебя учиться даже самый лучший учитель в мире ладно так и быть получу вас еще чему-нибудь тематики там аляскскому языку бородологии бода что это за науки такие о видали они даже не знают что такое бородология ладно объясню потом только вот и листья доклею потом так пока бода пока дети сначала научу их камни поливать потом писер метать а там уж и до брюсгологии доберемся главное все успеть пока не выросли а то взрослых учи не учи все без толку как написать стихотворение привет бода привет дети сегодня я научу вас писать стихи ух ты как интересно пишите я памятник себе воздвиг нерукотворный к нему не зарастет народная тропа но это стихотворение давно уже написал пушкин писать стихи не значит переписывать чужие а значит сочинять свои вечно вы все усложняете ладно не все же пушкиным всяким стихи и сочинять научу и вас тоже итак дети чтобы и сочинять стихи вам нужны дом с парком стол подвинься а вот еще такую позу принять и сочиняйте вот облака затянули небо морфы прячутся в доме начинается дождь ух ты года получилось хайку эй нечего обзываться хайку это не обзывательство а жанр гипонской поэзии но в россии чаще пишут четверостишие с рифмой а я а я и пишу с рифмой вот моя рифма нет года рифма это созвучие окончаний слов например бода-мода бода-сода да я так сразу и сказал на небе облака бодоборода морфики попрятались погода начинается дождь и природа осень это время года а еще важен рифм в стихах ударные слоги равномерно чередуются с безударными дети я так совсем промокну пока вы научитесь стихи сочинять тоже мне по облака на небе бода морфы прячутся погода скоро дождь пойдет природа осень это время года фу здорово получилось только смысл не очень понятен конечно не понятен пока вы тут вредничали уже вон на зима началась теперь все переписывать надо какое-то у меня настроение не поэтическое настроение в котором легко писать стихи называется вдохновение раньше считалось что его приносит крылатый конь пегас или музы эй потише думать мешайте своими пугасами а еще вдохновляют сильные впечатления сработало буря мглою небо кроет и преснежные крутя то как зверь она завоет то заплачет как дитя ха 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 хай да бода хороший поэт бода это отличные стихи только их тоже пушкин написал да какой удар от классика все никакой больше поэзии только здоровый образ жизни я видел и бурю и в югу и вот переехал я к югу признаюсь вам честно друзья как прежде не стану уж я Ой, Бода, какие стихи у тебя получились! Коллега? Э, я так сразу и сказал! Для стихов настроение нужно правильное! А вы Пушкин все давно написали! Все, пока-пока, дети! Пока, Бода! Субтитры сделал DimaTorzok